сегодня попробуем разобраться с классами логтока здесь не все так просто как в обычных языках реализующих иерархию классов например это объектный pascal delphi java c++ вот такие вот для чтобы здесь создать экземпляр сначала нужно разработать свою систему состоящие из классов и мета классов в логтоке существует следующее правило когда компилирует объект логток да он различает прототипы от экземпляров 3 классов обследуя отношения определяемого объекта если объект является экземпляром некоторого класса либо специализирует какой-то другой объект то есть использует специальная конструкция спешила из тогда он компилируется либо как экземпляр некоторого класса либо класс иначе он компилируется как прототип мы получается чтобы если мы хотим задать какие-то классы и экземпляры этих классов нам нужно определить специальную иерархию которая в себя включает корневой объект и на основе этого объекта определяется иерархия специализации хотя на самом деле совсем не обязательно ограничивать только какой-то единственной иерархии разработчик языка паула мора специально проанализировал несколько различных статей классических вот частности вот этих и вот этого статью в котором как раз возможные варианты иерархии были описаны и вот в качестве такой скажем так основной он выбрал так называемую рефлективную систему основанную на классов то есть она определяется сама через себя что первый делом определяется корневой объект который является экземпляром класса класс будет определен дальше внутри этого объекта будут присутствовать предикаты которые общие для всех объектов под объектами понимается и классы и мета классы и экземпляры этих классов например там можно создать некоторые глобальные процедуры например для синтеза объектов дальше определяется объект который называется абстрактный класс он также является экземпляром класса да и специализирует уже объект вот внутри него определяется предикаты которые являются общими для всех классов то есть там было общее для всех объектов а это вообще для всех классов значит и дальше по аналогии определяется класс который является экземпляром самого себя вот и специализирует абстрактный класс здесь находятся предикаты которые являются общими для всех классов имеющих экземпляры еще раз подчеркивается что все три объекта является экземплярами класса класс создание экземпляра и специализация что эти два отношения и внутри каждого экземпляра можно создавать отдельные предикаты вот ну и также пользоваться теми которые были тем или иным образом унаследованы из предыдущих определений таким образом чтобы при вызове этих предикатов не возникало бесконечных циклов и так объекты которые не являются экземплярами не специализируют какие-то другие объекты всегда компилируются как прототипы мы их проходили на предыдущих лекциях экземпляр то есть конкретный объект ну в смысле номер java должен находиться в отношении instantate как минимум с одним классом который с одним объектом который является классом также класс должен специализировать или быть экземпляром другого кого-то объекта является ли класс абстрактным или конкретным ну то есть можно не из него порождать экземпляры зависит от того как мы с ним оперируем ну в зависимости от того каким образом этот класс наследует методы класс может произносить экземпляры если он наследует методы для создания экземпляров и соответственно класс который не наследует таких методов является абстрактным попробуем вот эту теорию реализовать каком-нибудь практическом примере то есть я в своих задачах когда пользовался классами в частности реализовала систему которая подобно библиотеке в леву перчал машин в млайт создавал так называемые аналоги базовым блоком базовым блоки вот при компилировании или анализы машинного кода называется последовательность операций ну там виртуальной или реальной машины ну то есть микропроцессора ограничены различными командами перехода ну то есть внутри базового блока все инструкции будут выполняться ровно в том порядке который есть вот и в лвм базовые блоки позволяет создавать внутри ну то есть когда мы генерируем машинный код ну или там машинный или машинный код в промежуточной машине в лвм у нас есть одна операция значит добавление в базовый блок новый какой-то ну ассемблерной операцией вот очень удобно скажем так создавать сгенерированный код путем формирования частей вот этих блоков ну то если мы возьмем java класс генерируем дата у нас должен быть один базовый блок для порождения значит инструкции package потом базовый блок который набирает импорты потом базовый блок который формирует заголовок класса базовый блок там для параметров для полей класса базовый блок для методов можно сделать отдельный базу базовый блок для сеттеров properties и тому подобных вещей ну и так как реализация класса в джаве делается в самом же java файле если скажем си плюс плюс брать то отдельный базовый блок нужен для того чтобы порождать там тела операции ну то есть методов то есть вот этот вот объект базовый блок он именно должен представлять собой экземпляр некоторого класса разные эти классы базовых блоков определяет набор методов для порождение программного кода то есть тут вполне очевидно очень удобно использовать иерархию классов мы рассмотрим какой попроще пример хотя можно этот принципе рассмотреть и создадим файлик вот предположим будем генерировать программу на питоне ну без каких-то там входных еще структур скажем пай ген . лгт программа получается я буду писать по кусочкам потом комментировать так чтобы вам долго не смотреть на тот процесс проектирования сначала я просто скопирую вот эти вот конструкции вот например можно сделать какой-нибудь предикат который будет сообщение выдавали журнал пусть называется дебаг это будет общий для всех объектов и при этом неизвестен за границей нашей иерархии классов уже будет два уровня точнее за аргумент 1 это леву уровень до какой-то нам это ошибка либо информация либо какая-то критическая ошибка и второй момент собственно сообщение мы к нему спереди будем добавлять не будем писать там дату но по крайней мере вид сообщения мы должны определенным образом отобразить это куда будем выдавать ну давайте передавать пока на консоль по идее можно сделать какую-то определенную настройку у этого объекта и в этой настройке указать в какой файл например записывать сообщение журналов сейчас общий вариант сформулируем то есть пускай кучу некий префикс dbg мало ли к этому сообщения мы хотим вывести dbg потом идет этот левел двойточие message и перевод строки и бэкслэшем но обычно пишут большими буквами этот левел да поэтому можно сделать такой словарик отображающий даже можно не словарик можно просто преобразовать все буквы в большие для этого есть в свяе прологи об к из этом то есть слово входное атом соответственно выходное со всеми большими буквами дальше мы его используем вот здесь вот ну в принципе достаточно здесь нам нужно будет создать что-то вроде оператора new чауя то есть паблик ну и тут как минимум один точнее два аргумента первое то какого класса и второй собственно экземпляр этого класса но это как частный случай create object а будет который мы прошлый раз изучали может быть он разовьется потом какой-нибудь более сложный предикат вот мы создаем экземпляр наш instance как экземпляр этого класса здесь директивы будут пустые вот потому что по идее если вот мы классические программируем классы то все методы экземпляра не по идее должны быть определены в классе соответственно и и директивы и этот директив до третьем месте и собственно новые методы добавляемые к этому экземпляру начать должны быть пустые есть еще можно сделать такой вариант паблик описать мою с одним аргументом то есть вот кувера причине эти под компактнее сделают они совсем не нравится такой стиль тоже instance но он будет создавать варианты класса экземпляров класса которому мы сделали вот это сообщение new то есть self класс по идее аргументом self должен быть self большой буквы указывающий на то что self это объект так как у нас мы же про него знаем что это у нас какой-то класс поэтому мы будем его использовать вот и self класс написать ванну что-то instance и класс теперь у нас есть один простой метод который создает экземпляры нужного класса так мы теперь здесь мы ничего не будем делать пока то есть это классы в принципе конечно можем здесь специализировать наш класс на такие базовые блоки вот но принципе почему бы не использовать одну и ту же иерархии для базовых блоков еще каких-то классов ну то есть предположим что этот класс да это просто класс это есть класс объект там джава или си шарпа ну создадим наш базовый блок общего вида это базовый блок можно добавлять элементы в конец на то есть нас есть некоторая последовательность его элементов и мы в этот элемент базовый блок можем добавлять элемент снизу либо сверху ну то есть prepend и append 2 2 публичных предиката удаление здесь особо делать не нужно потому что ну не знаю какой смысл в этом особый какой-то смысл да кстати внутри базового блока могут еще другие базовые блоки собственно реализуем вот что у нас получилось то есть добавить структуру и удалить структуру по идее нам бы еще тут было бы здорово написать какой-нибудь публичный интерфейс точнее декларацию до для того чтобы каким-то образом отрисовать рендер значит рендер мы либо в текст будем генерировать текст программы либо это будет у нас набор строк потом из них будем текст создавать поэтому по идее это должен быть 1 аргументный предикат на аргументный предикат рендер причем да это предикат который генерирует базовый блок как текст и нам для наших структур то есть в качестве добавляемого элемента вот сюда ну то есть в эту кстати не совсем правильно это написал пускай она будет item еще item structure item это динамический предикат он будет private то есть нигде кроме как в базовом блоке мы им оперировать не сможем item в чем кстати private потом можем переопределить где-то да ну то есть унаследовать переопределить и использовать слово item вполне законно так у него один аргумент и он у нас динамический круче это у нас формат хранения информации теперь рендер надо описать странно за должно какая-то быть процедура когда проще наверное реализовать будет при помощи порождения списков то есть у нас получается некоторые строки lines программы до ищем по порядку все айтемы то есть с первым делом следующем что мы должны сделать мы его нашли нам его нужно преобразовать в строку из райда рендер айтем с это несу тоже надо это структура строк чо кстати вот вижу код очень мне понравился строк чо стринг хотя на самом деле это не стринг это какие-то строки уже внутри тоже ведь может быть каким-то особенным то есть строки не структуру в строке строки там конечно возникает вопрос с этими отступами и подобными вещами поэтому тут вопрос что с этим делать дальше с этими строками и с их вложенностью мы пока не будем заниматься но в принципе достаточно понятно что нам надо что-то первая часть форол теперь вторая часть форол обженение форол ну да файм долго то есть что нашли а коллекционируемый стринг справа на строки концерлер пол стрим спускаем все строки олайн стоп есть lines тут сейчас надо расставить стринг это второй элемент по недолго это третий элемент lines ну и тут по идее вот какая-то процедура давайте тоже сделаем будет lines 1 так как мы ничего не знаем про флата мы сейчас некоторые абстрактный класс порождаем пазовый блок то флаттен пусть будет у нас протектов протектов латтен 2 может быть молодец реализуем может быть потом реализуем при наследовании и еще нам понадобится паблик декларация этот рендер айтем то есть мы будем в нем писать как конкретную структуру отображать набор строк значит объект создадим так мы можем написать здесь базовый блок абстракт бейблок абстракт абстрактный базовый блок здесь я хочу сделать класс который будет уже конкретным базовым блоком в котором внутри будет определен флэтом и дефолтный то есть по умолчанию рендер айтем который представляет структуру вот эту вот виде конструкции и эта конструкция закомментирована ну то есть программист когда программировал генератор кода он забыл ее отобразить на набор строк потом мы как бы ну такой элементарный вариант сейчас реализуем тут появляется впервые специализация то есть мы говорим о том что бейблок является специализацией абстрактного базового блока ну то есть он под класс ну собственно реализуем теперь флэтом ну вот такой достаточно простой вариант так надо помнить еще что делать с пустым списком и с элементом который мы не можем преобразовать в плоский ну это что то вроде такого флэтом икс икс если атамик хотя под атамик тоже подходит и пустой список поэтому здесь поставим восклицательные знаки вот и что мы там хотели сделать рендер айтем возвращать у нас будет список из одной строки то есть рендер айтем должен всегда возвращать список хотя наверное не обязательно так используем формат сейчас я сначала общий вид набросаю вот но формат у нас печатает на экран а нам нужно сделать так чтобы он печатал вот какой-нибудь атом вот для этого есть такой вариант формата трехаргументного он печатает в атом ну и вот теперь сделаем базовый блок для набора операторов ну то есть в пайтоне и там последовательно иду да с определенным отступом то есть самый простой вариант два одного блока если здесь делаем публичный ад ад какой-нибудь оператор одноаргументный ад оператор оператор и тут мы должны что сделать препент препент еще не оператор а операция операцию препент 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 оператор или можно уп просто сделать оп то есть здесь конечно просто все да получается мы как бы копируем конструкцию то есть у нас получится item оператор оператор да такая конструкция но на самом деле генераторы кода они достаточно сложные могут конструкции генерировать по идее мы эти конструкции согласно структурному программированию можем представить в виде набора каких-то элементарных вот таких вот аппендов либо можем все-таки капсулировать всякие разные последовательности внутрь специального предиката его потом используют вот и плюс еще опять же из этих предикатов их комбинируем можем создавать структуры более высокого порядка ну все это справедливо для структурного программирования также ну и создадим также объект на кстати забыл написать что он наследует такое что так это у нас будет класс base блок будет базовый блок класса будет хранить два базовых блока внутри первое набор параметров конструктор на второй набор наследуемых им классов третий это собственно определение метода и определение четыре даже получается определение конструктора в принципе конструктор там тоже метод можно тоже через наследование реализовать вообще экземпляры можно создавать используя конструктором конструкторами то есть мы сначала эти базовые блоки собираем потом из них формируем вот этот базовый блок в смысле сам уже класс вот а можно же создать некую конструкцию потом при помощи методов ее дополнять вот вопрос какой из этих дизайнов лучше взять я думаю что второй он более общий так тут еще оперейшн поедик кстати можно это отсюда убрать больше как добавить операцию здесь ничего не можем можно конечно сделать препент операции вот а для этого нужно еще один метод реализовать аналогично сделаем здесь не будем всякие реды писать подобные вещи то есть мы должны проектировать в декларативном стиле то есть мы должны объяснять что это такое то есть что такое класс питоновский да кстати Python добавим можно конечно сделать просто класс еще какой-нибудь промежуточный ну посмотрим как у нас по дизайну получится не знаю получится ли так обозвать инеридс потому что вот эти вот конструкции да когда внутри вот этого объекта находится это на самом деле не педикаты это функторы по идее это и и и и то наверное все таки пространство имен здесь позволит это делать так это у нас были три перечень классов которые мы наследуем следующее перечень аргументов конструктора пусть будет arcs значит тоже одноаргументный список одноаргументный предикат теперь нам нужно немножко переписать render потому что нам нужно чтобы сначала сгенерировались заголовок класса да потом сгенерировались набор унаследуемых классов имен да там конструктор с его аргументами а потом уже методы то есть определенная последовательность если пользователь нашего класса не обязан в определенной последовательности arcs и methods то есть мы хотим минимизировать зацепление поэтому нам здесь требуется сделать собственный вариант render так lines ну отступ можно сделать в данном случае ну автоматически что ли исходя из структуры классов питоновского так ну тут у нас неизвестно имя класса по идее нам бы хотелось сделать так чтобы у нас был некий базовый блок имеющий имя вот вот от него уже мы наследуем наш python класс бейс блок named 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 base блок блок имя слишком простран давайте идентифайт назовем него то есть у него есть идентификатор ну вот я переделал теперь нам нужно преобразовать преобразовать идентификатор в название класса то есть вот у нас формат и вот нам срочно понадобился способ все-таки взять вот этот вот айтем ну и тут получается что он на самом деле должен быть не ну да он private вернее не private должен быть все-таки а protector значит item inherits list of inherits вот мы его отрисовываем вот и потом вставляем уже в эту структуру класс так этот перевод строки надо сделать уже ну и естественно имя тоже самое но я не подумал может быть здесь вот для идентификатора сделать персональный рендер идентифая ну я подумал может и не надо даже здесь там к самому себе запрос делаем item identifier id там будет просто атом какой-то чтобы отрисовывать его нечем ну да на этом остановимся в определении потом посмотрим сейчас хочется сделать какой-нибудь объект тест рендер класс это какой-либо это форум специфик модел это генератор модели нашего класса или там python или что ты сам назвать это python platform специфик модел что он будет возвращать список строк он сначала ну давайте пусть он просто пока создает некий класс неважно какой нам сейчас главное проверить первым делом мы должны создать python класс base блок то есть python class base блок вот этот самый new здесь можно использовать какую-то переменную можно так написать тест класс или один не тест вашего написать а ты класс вот мы его создали теперь нам нужно к нему добавить имя ты класс идентифайер как мы там класс будем пусть он называется нас класс с большой буквы нужно быть так по идее да можно было бы здесь отойди еще проконтролировать чтобы с большой буквы был идентифайер это тест класс идентифайер т класс двоеточие инерит ну пусть он наследует здесь у нас набор да получается строк object ну вот пока мы тут больше ничего не можем сделать класс рендер лист да кстати тут сам-то список не породил lines который да lines равно header запятая можно так то сделать там пас там такая я конечно шучу но тем не менее пусть пока так будет а нет стоп мы здесь сгенерировали и пусть да вот тогда нам этот объект возвращает да придется маленько тут переделать все-таки ну сейчас попробуем запустить ну сейчас попробуем запустить терминал если лгт загружаем пайкен ну и куча ошибок естественно да сейчас будем исправлять да забыл написать что специализис класс здесь запятую он забыл значит он ругается на то что процессе определения нашей иерархии классов некоторые объекты для него неизвестны ну тут ничего не поделаешь потому что мы просто вынуждены так делать ну то есть вот там первый объект определяем как экземпляр класса да класс так к этому моменту неизвестен некоторые предупреждения можно специальным образом отключить настройку лактох я пока продолжу исправлять ошибки на этом все таки уже про питон то говорим где то вот здесь ну по идее да я тоже с питоном а это psm это типа как так psm кстати забыл написать что одно аргумент то есть мы можем там java сделать класс генератор там питон класс генератор но тем не менее у нас платформа специфик модул по идее должен оставаться ну то есть идея это одна общая поэтому есть так называется я тут не рассказал откуда там эти все ноги растут нам сейчас самое главное ну что такое платформа специфик модул как бы саму идею мы сейчас создаем набор объектов которые будут генерировать код ну я так к примере предполагаю ну давай теперь тест 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 рендер класс двоеточие psm некоторый объект так о и теперь мы хотим его нарисовать в виде набора линий что в результате получится получится ошибка new does not exist есть такие подозрения что указанная иерархия не работает такое кстати вполне может быть где то я может что то не учел вот этот new а ну да одно аргумент нет почему есть поэтому класс я тут разбирался нашел много ошибок и все их исправил естественно видите теперь когда я гружу программу да у меня нет ни одной ошибки в том числе нету реакции на то что есть в процессе определения некоторые идентификаторы про которые лакток ничего не знает сейчас я коротко пройдусь по программе какие она потерпела виды изменения вот а пока вот что получается когда мы запускаем создание нашей платформа зависимой модели то есть модели исходного кода который мы хотим сгенерировать так дальше мы ее представляем в виде набор линии и вот у нас получился результат что вот есть класс тест класс и тут дальше идет некоторая конструкция которая говорит о том что мы не научили программу отображать наследованные классы ну и дальше идет 1 одна команда pass сейчас уберу здесь лишнее с экрана и пройдемся по коду ну во-первых вот я добавил set log talk flag который не показывает на экран неизвестные сущности ну то есть когда мы определяем например object как наследние класса да корень мета корень иерархии то он не ругается на то что класс неизвестен здесь ничего не поменялось вот debug кстати нам еще следует протестировать вот вот дальше вот в отличие от примера который приводится здесь видите сначала идет определение объекта потом идет определение класса как экземпляры мета класса вот а точнее не мета класса а абстрактного класса вот ну по идее вот это определение определение абстрактного класса должно быть находиться вот в этом месте. Из этого, кстати, небольшое недопонимание получается. То есть, у нас класс является экземпляром абстрактного класса. Ну, и одновременно во всех наших определениях, значит, каждый формулируемый объект является экземпляром класса. Ну, это такая иерархия взята была из этих вот трудов объектно-ориентированного программирования. Вот, значит, я поменял местами. То есть, я сначала абстрактный класс, он является экземпляром класса и является специальным вариантом этого самого объекта. Вот теперь тут определяется new. Значит, new у нас должен уметь работать с классами, то есть именно с классами-приемниками. То есть, receiver в объектно-ориентированном языке является класс-приемник сообщения. Вот здесь у меня тоже была ошибка в коде. То есть, self является приватным предикатом и мы никак не можем его вызвать снаружи. Вот. Значит, теперь, когда мы хотим выполнить конструкцию, там, python-class, двоеточие new, то есть создать экземпляр. Вот он, вот этот вариант new одноаргументный, первым делом запрашивает класс, к которому обратились. Так, то есть, именно self-anity this, то есть не там, где я не был определен, а именно там, где он был вызван в контексте этого класса. Ну и потом запускает вот это от нее. А он, в свою очередь, запускает createObjects, создает instance, такой, что он наследует, является экземпляром вот этого класса, то есть первого параметра. Ну, мы к нему еще ничего не добавляем, потому что делаем чистый экземпляр, так скажем, динамический. Вот это, что касается абстрактного класса. Вообще, в моих ранних работах, когда я лопток использовал, я обычно его мета-класс обозначал. То есть это более точное название, я не знаю, почему Паул вот переименовал абстрактный класс. Ну, здесь, наверное, имеется в виду, что у данного класса абстрактного не могут быть экземпляры, имеющие смысл в обычных экземплярах. Ну и далее, собственно, вот определяется класс, который сам себя, самому себе является экземпляром, но он специализирует абстрактный класс. Значит, тут мы ничего не добавляем. Это, по идее, корень нашей объектной иерархии. Значит, теперь, чтобы вот этот new был виден внутри наших уже конкретных классов, нужно, чтобы каждый класс не только специализировал какой-то предыдущий или там набор предыдущих классов, но и являлся экземпляром абстрактного класса. И вот именно эта директива позволяет нам получать в контекст вот этот new. Ну и потом вызывать, соответственно. Вот там вот внизу. Вот он наш Python класс, B, block new. То есть создаем экземпляр. Задаем ему идентификатор. Говорим, что он наследует объект. Так, мы определили платформозависимую модель при помощи динамических предикатов. Ну и потом стандартным, как говорится, методом мы его отрисовываем. Вот, но почему он у нас неправильно отрисовал, мы с этим разберем сейчас. То есть очень внимательно надо контролировать, что является внутренним предикатом, что является предикатом, то есть образующим сообщением. Тут у меня вот уже были ошибки. То есть я рендер здесь без блюдача написал. Он мне упор написал, говорит, я не знаю, рендер-итем не определен, почему вы его не определили? Хотя он здесь задекларирован. На самом деле он тоже не здесь был задекларирован, а после. Но это не играет роли. Здесь, кстати, тоже была ошибка. Ну ладно, это уже мелочи. В общем, вот когда мы собираем все экземпляры, то есть все линии, да, формирующие наш исходный код, да, то есть такие строки, что вот есть некоторое описание его и способ отрисовки в виде строки. Вот. Поэтому мы должны здесь именно обращаться к самому себе с целью отрисовки. Ну и то же самое платам. То есть разные способы. Есть выравнивание списков в один список. Ну вот, собственно, все ошибки. Ну и после этого она начала работать. Ну и вот, так скажем, в завершении демонстрации этой идеи на довольно абстрактном уровне, конечно, она получилась. Надо исправить вот эту ошибку, которая в терминале неправильно отрисовывает унаследованные классы. Ну вот, она крутит даже без единого замечания. Так, значит, вот. Нам нужно вот это вот делать так, чтобы она выглядела в соответствии с кодом питона, да. Значит, это какой-то элемент платформы зависимой модели и нам нужно подправить рендер-итем для него. То есть вот этот вот innerits реализовать, так. Даже где он должен быть реализован? Значит, у нас иерархия классов. Вот мы питоновский класс, да, есть. И он что-то идентифает, бейс-блок наследует. То есть, скорее всего, эта штука должна быть реализована здесь. Это все отрисовка. Ну, давайте мы ее реализуем. То есть я ее реализую и потом объясню. Ну вот, для начала такую затычку сделаем. Просто взять список и его поставить сюда. То есть это будет в скобках и будет в список. Потом мы его объединим в один список. Сейчас проверим, будет работать, нет. Да, вот видите, лопчет в скобках тир. Ну, тир осталось его дописать культурно. Ну, пусть у нас будет предикат concat, который списки через запятую, элементы списка через запятую упаковывает в строку. То есть concat. То есть у нас один элемент, так? То тогда нам не важно, каким мы элементом объединяем, получается x. concat. Теперь по крайней мере два элемента. x, y, t. Да, кстати, еще нам пустой список нужен тоже. И еще нам нужно отделить частные варианты. Так, тут у нас пустая строка получается. При этом нет других способов сделать то же самое здесь. Теперь здесь. Что получается? Ну, сначала... Я буду тупой вариант. Не очень эффективный писатель, как обычно. y, t. content. Хм, точно забыл. Symbol. String у нас получается. 1, например. И теперь нам нужно объединить x, s1 и string. Вот есть item concat аналог. Ну, аналогичный на пендах, получается. Интересно. Хел бы два раза на самого себя сослал. 7,4. В 74 группа можно... забыл тут префикс написать library lists так ну а что у нас получилось получилось две строки только они не уплощенные сейчас тоже будем разбираться ну да у нас тут в общем то случаев в этом запускается в нашем конкретном случае порождение питоновского класса эту штуку я забыл поставить здесь так что мы тут в конечном счете lines пускай здесь будет lines 1 конечно да lines 1 и lines не очень хорошее зацепление получается в терминах пикно-ориентированного программирования false он не работает и сейчас мы его отладим но сначала нам нужно из него сделать паблик чтобы можно было снаружи запускать так он у нас в нашем абстрактном базовом блоке валяется то есть терминал загрузить сначала запускаем работает только для пустого списка сейчас пойдем его править то есть этот работает это тоже работает и вот этот надо смотреть тут по идее нажимать лист ошибка скорее всего в том что x может быть чем-то атомарным то есть это не список мы пытаемся его потом добавить вот так тоже не работает так вот одна ошибка здесь очень досадная ошибка оказалась единственная ошибка где наш генератор нашелся ну вот у нас теперь две строки класс тест класс object и этот вот пас можно теперь сделать процедуру которая будет печатать красиво на экран вот этот сгенерированный код но для начала мы обратно вернем protected для нашего flatten и сделаем паблик например render to screen у него будет 0 параметров здесь будет render саму себя вызываем так и и а и и и и и и Я надеюсь можно еще проще делать все for all, lists, number, некоторая строка найдена среди lines, мы ее печатаем просто write lines, write l, только тут надо еще подумать над тем, надо ли нам перевод строки делать Что у нас там получалось, backslashant тут есть, по идее надо конечно А там его убрать, по идее вообще можно было тут всякие отступы предусмотреть Так, где наш генератор питоновского класса, сейчас мы его подправим здесь, backslashant уберем Так, терминал, перезагружаем мы теперь render to screen Ну вот, сгенерировал у нас кусок нашего текста Ну, надеюсь, в принципе сейчас доделать, наверное, не буду делать Добавление атрибутов, чтобы генерировался конструктор init Запускающий, если нужно, init унаследованного объекта Ну, вопчик-то initа нету, поэтому, по идее, не надо было бы его писать для вопчик-то Ну, в общем, видите, сколько разных нюансов тут присутствует при генерации текста Вот, наверное, в следующей паре, наверное, попробуем проанализировать email-диаграмму И потом из-за нее сгенерировать текст программы нашей Ну, надеюсь, было не сильно нудно До следующего встречи